Всем привет, ребята, с вами я, Стив Прой, и сегодня вместе с вами мы запустим Майнкрафт Бидрок Эдишн на компьютере за 100 тысяч рублей. И как вы знаете, ребята, не так уж давно, я приобрёл себе видеокарту RTX 2060 на 6 гигабайт. И сейчас сборка моего компьютера стоит около 100 тысяч рублей. Может быть чуть-чуть подешевле, может быть 90, может быть 95, но всё равно, ребята, это получается компьютер за 100 тысяч рублей. Как компьютер для Майнкрафта, это прям очень дорого, и сегодня, ребята, вы узнаете, на что способен компьютер за 100 тысяч рублей в Майнкрафте Бидрок Эдишн. Так же, ребята, если вы захотите тест Майнкрафта ПК с RTX лучиками, то тогда, ребята, давайте на этом видосике мы с вами наберём 999 лайков. Можно, конечно, и больше, но если, ребята, мы с вами набираем минимум 999 лайков, то тогда спустя пару дней я запишу, как на этом компьютере работает Майнкрафт Джава Эдишн со всякими шейдерами. Я думаю, что получится довольно прикольный видосик, поэтому, ребята, не пожалейте и, пожалуйста, поставьте лайк. Давайте теперь быстро пробежимся по моему компьютеру. В моём компьютере установлен процессор AMD Ryzen 5 2600, установлена материнская плата от Asus на чипсете B450, видеокарта RTX 2060 от Asus на 6 гигабайт, дальше мы с вами идём, и тут у меня установлено 24 гигабайта оперативной памяти, всё работает на частоте 2666, по-моему, не стал гнать больше, был лень, честно говоря, и также установлен SSD, блок питания на 800, вот, и вроде всё. Но я думаю, что о корпусе говорить смысла нету, и вот такая сборка сейчас, ребята, у меня находится рядом со мной. И сегодня на этой сборке мы с вами запустим Minecraft Bedrock Edition. Ну что ж, ребята, я уже сейчас нахожусь в Майнкрафте, и давайте мы с вами посмотрим, что у нас вообще есть сейчас в настройках. Заходим в настройки, переходим в околочку видео, и давайте мы с вами первое на что посмотрим, посмотрим на дальность прорисовки. И, ребята, благодаря этому компьютеру в Майнкрафте я могу поставить 64, нет, вру, 72 фрагмента, ребята, то есть я могу сейчас поставить прорисовку в 72 чанка. Если у вас довольно слабое устройство, то у вас, ребята, максимум будет доступно 16. Вот на моём компьютере, на довольно слабом, который был давно-давно, было доступно максимум 24, вот так. А тут, ребята, доступно даже минимум 8, то есть на некоторых слабых телефонах доступно минимум 2 чанка. А у меня, ребята, даже этого нету, и минимум я могу поставить только 8, а максимум аж 72. Сейчас, ребята, все настройки стоят на максимум, то есть у меня сглаживание 8, сглаживание текстилов, также, ребята, дистанция визуализации частицы на 100, то есть, ребята, всё просто стоит на максимум. Ну, кроме, конечно, дальности прорисовки, мы с вами её тоже сейчас сначала поставим на среднее, то есть пусть это будет 24, а потом, ребята, поставим на максимум. Ну что ж, ребята, давайте мы с вами выйдем, нажмём играть, и давайте создадим новый мир. Опять же, ребята, напоминаю, что сейчас Майнкрафт находится на SSD, поэтому вы можете посмотреть, как быстро создаются миры. Выбираем творческий, обязательно. Тут мы с вами на всякий случай включаем экспериментальный игровой процесс, также ставим вечный день, ну и всё остальное, пусть всё будет включено. Нажимаем кнопочку создать, и можно даже посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, ребята, то есть около пяти секунд уходит на создание мира. Вы также, ребята, можете поставить рядом с собой секундомер, и можете посмотреть, за сколько секунд создаётся ваш мир на вашем телефоне. Вот, допустим, если бы сейчас была бы прям старая версия, допустим, версия 0.11, я думаю, что на этом компьютере мир в этой версии создался бы, наверное, за секунду, потому что там мало чего грудить. И, кстати, ребята, мы с вами появились возле довольно неплохого, довольно красивого биома, и сейчас моя программа для захвата видео показывает, что сейчас в Майнкрафте у меня, ребята, 60 FPS. Если что, скрин, наверное, будет сейчас, ребята, да, вот, если я не забуду, то скрин будет сейчас на ваших экранах, вот. Ну и, собственно говоря, давайте, ребята, мы с вами сейчас поставим, наверное, максимальную дальность прорисовки. То есть вот сейчас я вижу примерно вот так, знаете, довольно неплохо. Если это был бы телефон, я был бы даже рад. Кстати, ребята, если вы хотите, чтобы я записал видео запуска Майнкрафта на телефоне за 55 тысяч рублей, то также, ребята, ставьте лайки, и, возможно, в будущем я спишу также это видео. Ну что ж, заходим в настройки видео, и давайте мы с вами наконец-то взорвём наш Майнкрафт, взорвём мой компьютер, и ставим, ребята, 72 чанка. Ох, уже вижу, пошли лаги. Так, ребята, пока у меня до сих пор 60 FPS. Давайте вот так прокрутимся, чтобы у нас всё прогрузилось, и мне кажется, ребята, что FPS-ка у меня не упадёт. Вот так всё прогрузим, вот так, вот так, вот так, вот так. Давайте, давайте посмотрим. Также, ребята, я вам во время сейчас вот игры Майнкрафт пришлю скрин загрузки моего компьютера. Если кому-то интересно, то посмотрите. Вот, сейчас должен был появиться скрин загрузки моего ПК, ребята. И сейчас моя программа для захвата видео показывает, что у меня 34 FPS. Ну, это даже и чувствуется. Возможно, ребята, что сейчас всё прогрузится, и всё перестанет лагать. Но пока ещё нет, у меня до сих пор 47 FPS. То есть, самое нормальное, это когда у меня 60 FPS. О, 50, так, 53. Ну, да, ребята, нужно, чтобы всё просто прогрузилось, и тогда лаги сразу пропадут. То есть, как видите, вот там вдалеке ещё ничего не прогрузилось, поэтому FPS довольно низкий. Вот сейчас, ребята, у меня 53 FPS, и я хочу послушать, как у меня шумит компьютер. Ну, на самом деле, ребята, он не громко шумит. То есть, возможно, что нагрузка идёт сейчас именно на видеокарту, а не на процессор. Но вы, ребята, уже видели скрин с нагрузкой, и потом вам уже всё известно, а я пока его ещё и не видел. Короче, ребята, сейчас у меня 43 FPS, 44, 51 FPS. То есть, в общей сумме где-то 50. Так, а что будет, если я опущусь? Опа. А, ну тут, ребята, вообще просто всё идеально. Когда я не вижу весь мир, у меня просто 60 FPS. Вот сейчас 57. Короче, ребята, когда я спускаюсь вниз, у меня от 49 до 61 FPS. Когда я взлетаю вверх, у меня, ребята, от 43 до 57, да? Давайте посмотрим. Вот сейчас у меня 53, 52, 51. То есть, чем выше я взлетаю, тем меньше у меня, ребята, FPS. Вот сейчас 43. Короче, самый минимум был 43, а самый максимум на высоте было 53 FPS. Ну, ребят, на самом деле, для такой перерисовки, вот, 72 чанка, это очень неплохо. Вы просто посмотрите, мы с вами видим всё. Давайте я ещё отключу визуализацию облаков, чтобы мы с вами видели просто всё. Так, вот, отключаем. И вот, ребята, что я, по идее, сейчас вижу. Вот если кто-то скажет, что это мало, ну, не знаю, ребята. Я просто вижу всё. То есть, сейчас моя перерисовка 72 чанка. Это очень много, и вы просто посмотрите, ребята, на эту красоту. Можно даже просто вот так тупо делать скрины. Вот, смотрите, я даже вижу то, что там находится башня мародёров. И мне всё, ребята, прекрасно видно. Возможно, что даже отсюда можно увидеть какую-нибудь деревню, но пока что я не вижу. Во, смотрите, ребята, там вдалеке деревня. Вот так под углом её лучше видно. То есть, вот справа, там, ребята, находится деревня. Вот она там. То есть, её даже отсюда видно. Может быть, что-то ещё видно. Ну, вроде больше я ничего не вижу. Короче, ребята, как вы понимаете, Майнкрафт на компьютере за 100 тысяч рублей идёт просто идеально. И вот там я вижу ещё одну деревню. То есть, вот, ребята, вот там ещё деревня. Короче, ребята, реально, Майнкрафт на компьютере за 100 тысяч рублей идёт просто идеально. Если вы еще выставите 32 чанка, это прям, наверное, такой среднячок, то у вас, ребята, будут стабильные 30 кадров На самом деле, можно было бы сегодня еще выключить анлок в 60 фпс, как вы знаете, в Майнкрафте есть лок на 60 фпс Если бы вы сами выключили этот лок, возможно, что у меня было бы намного больше фпс Вот сейчас, ребята, у меня стабильные 60 кадров, то есть сейчас ничего не лагает, все работает просто плавно Вы даже это видите на своем компьютере, на своем телефоне, то есть видео идет просто плавно Потому что сейчас у меня ровно 60 фпс Если у меня был бы монитор на 120 фпс, возможно, что вы, ребята, видели бы и 120 фпс Но уж извините, у меня монитор только поддерживает 60 максимум фпс, то есть герц Поэтому, ребята, в Майнкрафте сейчас у меня именно 60 фпс Как видите, мобу спавнится, все работает, ничего не вылетает То есть, ребята, компьютер за 100 тысяч рублей спокойно справляется с Майнкрафтом Питрок Эдишн Ой, я еще забыл облака вернуть, давайте мы с вами их вернем для красоты Видео и визуализация облаков, все Вот так будет намного лучше Ну что ж, ребята, вот такое небольшое видео у нас сегодня получилось Хотя, на самом деле, довольно большое, на 8 минут Если вы хотите, чтобы я также на этом компьютере протестировал Майнкрафт Джава Эдишн С самыми мощными шейдерами, там есть шейдер RTX Вот он по максимуму просто нагрузит мой компьютер То тогда, ребята, давайте на этом видео мы с вами минимум наберем 997 лайков А также, возможно, что после вот этого видео я спешу еще запуск Майнкрафта на телефоне за 55 тысяч рублей Возможно, вы уже догадались, что это за телефон Но если не догадались, то, ребята, увидите, возможно, в следующем видео Ну что ж, ребятки, а на этом все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok